Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором каждый день вы найдете что посмотреть по танкам. Я снимаю абсолютно обо всем. Я снимаю о рулетках, о контейнерах, снимаю обзоры на свежие машины, которые только появляются в игре, публикую видео с обзорами на те танки, которые появляются на продаже, ивенты, квесты, анонсы, всего, что будет происходить в будущем, свежие новости и многое другое. Поэтому, если хотите ничего не пропускать в нашей игре, подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте палец на колокольчик, для того, чтобы получать соответствующие уведомления, и лайкните мои видео за мои труды и старания. Вам это не стоит абсолютно ничего, а все вышеперечисленное для меня это возможность развиваться на платформе YouTube. И сегодня, ребят, в видео мы посмотрим одно из самых грандиозных открытий, которые я когда-либо публиковал. Это было открытие более 220 мистических контейнеров. 220 мистиков. Я даже не смог перевести это в голду, для того, чтобы понять, во что это все обошлось. Если вы можете это посчитать, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы думаете, сколько стоит 220 мистических контейнеров, и объясните, откуда вы взяли этот ценник. Буду вам безумно благодарен. Ну а отдельно хотелось бы сказать огромное спасибо Даниле Осипову, который прислал видео со своим открытием, которое вместе с вами сейчас и посмотрим. Я видел открытие только первого контейнера, ну а все остальные контейнеры не видел. Ну что, ребят, поехали. Итак, друзья, первый контейнер, и из первого контейнера выпадает свободка и голда. Я буду записывать исключительно золото, по одной простой причине, потому что считать все остальное действительно очень сложно. Если вам не сложно, посчитайте хотя бы сколько свободки выпало, пускай минуя сертификаты. Еще 100 голды падает. Ну и, как я понимаю, открытие будет здесь в видео не контейнеров исключительно первого уровня, а еще и собранные контейнеры второго левела, ну и, понятное дело, контейнеры третьего уровня тоже. 1500 голды. Ну, в целом, неплохо. Если бы мне так падало, я, наверное, был бы доволен. Но только если по 1500. Контейнер второго уровня. Что приносит? Ничего не приносит. А, есть 14 уже контейнеров у Дани. Я не знаю, Данька, где ты взял такое количество контейнеров. Не знаю, сколько ты их копил, но это явно, явно запас не с одной распродажи и явно не с одной какой-то рулеточки. Потому что разработчики не сильно много контейнеров запихивают в рулетки, дабы, как я понимаю, не сильно привыкали открывать их. 100 голды еще. Еще один контейнер выше уровня. 360 дней. 360 дней, целый год прем-аккаунта. Это действительно очень круто. Ну вот здесь действительно повезло, вопросов нет. И если играть для того, чтобы прокачивать, то целый год качаешься себе спокойно, не думая абсолютно ни о чем. Еще 100 голды промелькнуло, которое записал в тетрадочку для дальнейших подсчетов. Подсчитаем в конце видео. Первый мистический сертификат есть, ребята? Ну, давай десятку. Давай десятку, Даньке. Да ну куда? Ну куда, ПЗ-4, шмальтурм? Ну как так поиздевались над человеком? Боже мой, какой ужас. Какой кошмар. Открываем дальше. Еще один мистик контейнер второго уровня. Это третий уровень. Третий левел. Не, ну здесь худо-бедно. Худо-бедно, ребят. Обидненько, обидненько, конечно, получилось сейчас. Ну поехали дальше. Контейнеры первого уровня. Ну обидно сейчас мне было. Мне было просто безумно обидно. Ну какой шмальтурм? Его сейчас бесплатно забрать можно в ивенте. Ну зачем же так издеваться? 3000 золота. Будем считать это компенсацией за шмальтурма. И еще полторушка залетает. Еще полторы тысячи. Ну как-то оно, блин, с переменным успехом бьет. Сначала худо-бедно-худо-бедно, потом раз-два вроде бы нормально упало. Потом опять худо-бедно. Сейчас 500 голды и опять упало. Ну в общем какие-то качели. Реально качели. Господи, а сколько же времени я буду записывать это видео? Это жестяк. Это, наверное, будет не только самое грандиозное, но еще и самое долгое открытие. Ловец молнии был бы т-анимированным. Десяточка упала бы сразу в копилку. Но посмотрим, посмотрим. Еще не вечер. Еще не вечер. А еще контейнер не открыл. Мистический сертификат. Мистический сертификатик. Ну, ну здесь хотя бы не подключай. Корошечка. Корошечка 45 тонн. Блин, ну вот здесь классно. Вот здесь действительно жирно. Еще 500 золота в копилку. Ловец молнии. Но все равно не то. Все равно не тот, который нужен. Ну, слушайте, ну корошечка 45 тонн. Это классно. Это действительно очень круто. Ну, а? Давай еще один мистический сертификат. Насыпь мистиков на десяточки на какие-то. 200 золотом. Еще соточка. И еще 100. Ну, с миру по нитке, как говорится, голому веревка. Мал по малу, по чуть-чуть добавляет. Но все равно маловато, ребят. Маловато. Ну, блин. Опять, опять скатилась рулетка в ноль. Есть мистический сертификат. Но будет десяточка. Давай десятку. Давай деся... Капец. Капец, блин. Я в шоке. Дали полдесятки. Пятерку насыпали. Так, я так понимаю, что Даня, скорее всего, решил в мистике второго уровня напоследок оставить. Не открывает он уже не первый раз мистический контейнер второго уровня. Плюс сотка в копилку. 200 в копилку. Еще 500. Но лучше бы мистики падали вместо всей этой шелухи. Ну, реально, пятерка, сколько там? Полторуха голды, компенсации, если ее нет. А на продаже и того может быть дешевле, смотря что выпадет. Еще сотка. Хотя, хотя те коллекционки, которые перевели, они все по одной цене идут. Мистик! Мистик! Давай! Давай десяточку, ну хотя бы сейчас! Блин! Семерка! Семерка падает! Ну, это досадно. Это реально досадно. Ну, ничего не идет, но... Но зато впереди еще целых 130 с копейками контов. 134, если быть точным. А это реально много. Это реально много. Это еще практически... Сколько там? 10, да? 8 получается мистиков второго уровня. Может оттуда насыпет нормально? Ну, слушайте, пока... Пока я смотрю, что как-то из уровня... Ну, из второго уровня контейнеров не выпадает круче, чем с первого. Даже с первого выпадают мистики, а со второго как-то голема какая-то получается. Ребят, напишите свое мнение по поводу того, как вам сейчас мистические контейнеры. Стоят они того? Не стоят? Радуетесь ли вы, когда они появляются на продаже? Потому что я, честно говоря, к мистикам как-то очень сильно охладел в последнее время. Они, мне кажется, высохшими. Такое впечатление, что они как-то выдохлись и сдулись абсолютно. 7000 свободки. Ну, такое, блин. Тут вообще ни о чем. 50 тысяч серебра, которые нафармить можно. И 400 свободки. 500 голды. Мистик контейнер. Ну, не издевайся над человеком. Дай ему что-то нормальное. Нормальное что-то дай. Нифига себе! Ух ты, ё! Уничтожитель приземляется. Блин, ну классно. Слушайте, вот с уничтожителем это вообще просто мега, мега везение. Ровно как из КРО 45 тонн. Я тоже хочу уничтожителя. Не самый лучший для меня танк, но, блин, я так его себе хочу. Чисто из принципа. Ещё соточка. И ещё 100 голды. Ну, дай что-нибудь пожирнее. Чё ты по сотке бросаешь? Больше на подаяние похоже, нежели на выигрыш. Свободка, свободка. Побалуй серебром. Нет, не балуй даже серебром. Хотя даже не знаю, что лучше. Наверное, всё-таки свободка поинтереснее будет, нежели... Чем серебряные монеты. Господи, впереди ещё целых 100 контейнеров. Мы ещё даже половину не прошли. 200. 200. Меня как-то спрашивают периодически в комментариях. ГСН, а ты просматриваешь открытие перед тем, как его публиковать? Ребят, не всегда. Не всегда. Потому что просмотреть два раза, это... Это много. Это много, так, чтобы ещё и прокомментировать. Мистик. Мистический сертифик. Ну, не верю. Не верю, что сейчас выпадет лажа какая-то. Отказываюсь верить. Ну, блин, ну почему так? Ну, ну, ну что вам этот человек такого сделал плохого, блин? Что вы над ним так издеваетесь морально-психологически? За что вы с ним так? Ну, он же нормальный парень, но... Ну, почему, блин? Ну, как можно было дать экранированного? Он открыл контейнеров, блин, больше 100 штук. Ну, дайте вы что-то нормально. Ну, это реально издевательство. Я сейчас за Даню реально как за родного начинаю переживать. Я понимаю, что для Дани этот момент уже весь прошёл, но я за него переживаю так, как будто бы он сейчас это всё открывает. И мне, честно говоря, в определённые моменты сначала за него становится радостно, а потом просто до боли грустно. Как же так можно, блин, нервы человеку трепать-то? И это я сейчас про себя, про Даню я вообще молчу. 200. Ещё сотня. 1500. Ну, можно засчитать, как какую-то компенсацию экранированного, и то с очень большой натяжкой. Я вообще не представляю. Я бы, наверное, устал, честно говоря, столько контейнеров открывать. У меня один раз только такое было. Мистический сертификатик. Давай. Ну, дай что-то выше семёрки, блин. Ну, слава тебе, господи. TL-720. TL-720. Да, пускай не самая лучшая девятка, но хотя бы девятка уже. Хотя бы. Это уже лучше, чем экранированная и подобная шелуха, которая высыпалась из мистических. Пока, пока две годных тачки и одна с натяжкой. Годная. Остальное, честно говоря, такое себе. Ну, ладно, сушка ещё годная, но её ж купить можно. Поэтому я не считаю, что выпадение сушки, которое не так уж и дорого продаётся в магазине периодически, это действительно какое-то свершение. Ловец молний. Ну, всё не то. Всё не то. Контейнеры первого уровня. 70 контол осталось. Батюшки, я, я, я реально, я, я не представляю себе вообще, где ты набрал столько контейнеров. Где ты их накупал? Ты крутил все рулетки и принципиально не открывал их, что ли? Ещё сотня. Ещё соточка. Ну, это как издевательство. Это такое впечатление, что перед голодным человеком печенюшку крошат на столе. Ещё сотка. Ну, дай мистиков ещё хотя бы, там, не знаю, штук 40. Не, ребят, это ужас, реально. Я, я, я начинаю чувствовать, как у меня начинает покалывать в груди, потому что, ну, это кошмар. Даже, даже если усреднённо посчитать себестоимость одного контейнера, то мне кажется, что окупа здесь нет. Напишите, напишите вы, как вы думаете. Это будет окуп или нет, потому что я считаю, что наверняка. Мистический сертификатик, давай, давай что-то. Бурасик, Бурасик, ну хотя бы восьмёрка, хотя бы восьмёрка. Бурасик, это уже неплохо. Всё, что, всё, что выше, выше 8, это уже хорошо. 8, 9, 10 по уровню, это нормально, это классно из мистического сертификатика. Ну или да, там, семёрка какая-то, типа, уничтожителя, крушителя и кого-то подобного легендарного. Не сыпет. Не сыпет голдишкой. Блин, у меня уже, у меня уже реально горло пересохло. 200 голды. Пятихаточка. Сотка. Ещё сотка. Ну, это мало, это мало, реально мало. Я так понимаю, что контейнеры выдают какую-то награду, и все последующие контейнеры себестоимостью должны окупить стоимость того, что они выдали. Допустим, коро 45 стоит, допустим, там, 20 тысяч или 25 тысяч голды. Вот на 25 тысяч голды будь добр открыть пустых контейнеров. Ну, родимая, подходим, подходим к финишу. Где? Где жир? Где жирдосный жир? Всё меньше и меньше контейнеров остаётся. Ну, давай! Давай, гадская гадина! Ну, родимая, ну хоть голды какой-то дай человеку. Ну, похвасталась, похвасталась несколькими танками. Ну, игра ты наша родная. Выведи человека хотя бы. Хоть в какое-то равновесие по затратам. Ну, в целом, в целом, ребят, мы ещё сейчас увидим открытие, я надеюсь, контейнеров второго уровня. Там сколько уже насобиралось? Наверное, штук... Штук 10 должно быть, мне кажется. Три тысячи золотом! Ещё сотка. И ещё сотни. Сотка за соткой, сотка за соткой. Так, глядишь, и накопаем. Двенадцать контейнеров осталось. Восемь контейнеров до контейнера второго уровня. Мистический сертификатик. Ну? Давай какую-нибудь годную годноту человеку. Ну-а-а! Да ну... Господи, как вымутикаться-то захотелось! Гаргулия! Гаргулия, блин! За такое количество открытых контейнеров на финише Гаргулия прилетает. Да что же это такое этот происходит? Семь контейнеров осталось. Ну, давай. Давай напоследок как-то накопай чего-нибудь себе. Вот, переходит всё-таки к открытию контейнеров второго уровня. Ну, ребят, ну ничем реально практически не отличается от контейнера первого левела. Ну, практически ничем. Ну, блин, ну, не знаю. Я расстроен. Я расстроен реально. Ну, контейнеры второго уровня, они должны были быть изначально какими-то более жирными. Но по факту ничего не происходит. Ничего не происходит удивительного. Точнее, не так, удивляющего. Сотка. Сотка, ребят, с контейнера второго уровня. Где же? Где же? Где же? Где же? Где же? Контейнер третьего левела. Ну, давай мистик, я не знаю. Во! 15% выпадения. Это уже хорошо. 131-й тигр из контейнера третьего уровня. 131-й. Данила, я надеюсь, ты коллекционер. Ещё один мистик. Слушайте, а вот это интересно уже пошло дело. Сейчас мистик за мистиком, наверное, сыпать будет, да? Круп 38-д. Ребят, я не переживу. Я не переживу последние секунды этого видео. Я не смогу это пережить, реально. Это просто шиза какая-то. 500 голды. Три контейнера, оставшихся первого уровня. Ну, давай. Давай на последнем. Давай на последнем. 100 тысяч золотом, насыпь. Нет, ни черта. Ну что ж, друзья, давайте подбивать итоги. Хотя подбить итоги в некоторых моментах действительно очень сложно. Суммарно было открыто более 220 мистических контейнеров разного уровня. Сколько конкретно я посчитать не смог, но если вы не ленивый, посчитайте. Напишите в комментариях, мы с удовольствием узнаем, сколько конкретно контейнеров мы сегодня увидели. Но так или иначе, я считаю, что данное открытие в целом, можно сказать, не удалось. По одной простой причине, потому что стоимость данных контейнеров явно гораздо выше, нежели стоимость того, что наш герой из этих контейнеров получил. Он получил более одного года дней прем-аккаунта. Он получил себе огромное количество свободного опыта. Получил себе несколько танков. Да, некоторые из них, безусловно, не сильно классные. Некоторые очень дешевые, их просто можно купить в магазине. Ну а два танчика действительно выпали очень козырных. А именно, коро 45 тонн и, безусловно, всеми горячо желаемый уничтожитель. Я бы лично от него не отказался. Ну а в отношении золота, чистым золотом из контейнеров, наш герой получил 20 800. Если я правильно все посчитал, и это без учета бустеров. Вот такое вот открытие. Если вам не сложно, лайкните меня за мои труды и старания. Это видео далось мне действительно очень сложным. Ну и, честно говоря, затратил огромное количество времени. Но сделал это специально для того, чтобы порадовать вас. Подписывайтесь на канал. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.